всем привет всем большой привет с вами на связи твой космос Ильдар и Анвар будут вести этот прямой эфир тема прямого эфира о пользе и вреде частот Ильдар скажи пожалуйста что это за тема про что сегодняшний эфир ну тема вообще посвящена звуковым частотам и другим также частотам которые окружают нас и также можно отслеживать научиться отслеживать приятные частоты полезные и вредные и немножко об этом расскажем сегодня и также может быть затронем тему вообще в целом нашей ситуации в мире что происходит и соответственно найдем какие-то точки соприкосновения как можно с органом с музыкальными инструментами в наше непростое время двигаться на позитиве с здоровым мышлением и вообще со здоровьем да тема здоровья вообще она очень важна и частоты бывают как раз такие вредные и полезные для здоровья частоты бывают кстати разные да то что мы хотели осветить это звуковые частоты электромагнитные частоты световые частоты вот если на бытовых простых терминах рассматривать то вот мы берем вот эти три степени почему вот электромагнитные частоты это вот микроволновка это вот bluetooth наушники до телефоны издают свои частоты холодильника создает определенные частоты wi-fi роутер да это все в одной степени то есть они создают определенное поле и соответственно распределяет его в пространстве и наш организм наше тело но все время воздействует с этими частотами и как это вообще происходит положительные или отрицательно мы это будем выяснять вот расскажи да про звуковые частоты вот что за звуковые частоты в целом что это такое можно вот этот телефончик немножко пониже здесь до строчку что мы сейчас совещаем на две площадки вконтакте и instagram поэтому на два телефона немножко тут разделяем картиночку да ну про звуковые частоты можно сказать вообще на протяжении из всей истории человечества активно изучается влияние звука и многие ученые достигли очень больших результатов очень много исследований было проведено также конечно же все продолжает развиваться исследования продолжает развиваться и как выяснилось что звуку можно и навредить а можно и вылечить причем в сторону лечения конечно же больше направлено внимание позитивных ученых и соответственно вышло так что были выявлены строя нот которые положительно влияют то есть музыка на основе строя нот 432 герц например она положительно влияет на организм структурирует клетки и воду в общем всячески оздоравливает и снимать напряжение также музыка на основе 528 герц строя но также отлично влияет положительно тоже есть классные результаты но и на нашем личном опыте мы тоже это все проверяем активно на наших инструментах это все присутствует мы играем на варгане играем центромах на этих частотах и на себе это все проверяемые достигаем прекрасных результатов вот и поэтому конечно же делимся с вами этими знаниями по поводу еще других исследований да вот например есть такие ученые как гаряев раев шмидт вот эти ученые оставили после себя очень большие результаты которыми теперь даже можно пользоваться и свободном доступе некоторые материалы есть на ю тубе вот так вот они создали звуковые файлы с помощью которых слушая которые в наушниках на комфортной громкости происходит оздоровление причем на разных уровнях и есть специальный программ под каждую зону организма конкретно и есть общее оздоровление то есть очень много там например поджелудочная железа там или там щитовидная железа или там зубы или десна отдельно то есть есть на каждый недуг даже онкология очень есть очень много таких программ которые оздоравливают с помощью воздействия на днк человека то есть на уровне днк в наушниках получается слушаешь происходит тот такой эффект что например у гаряева идет информационная информационный звук который подается в мозг и мозг эту информацию уже подает на днк и как на определенные уже участки тела вот у райфа и шмидта там получается частоты самих звуков тоже как бы подают сигналы мозгу который уже отдает сигналы всему организму вот тоже очень полезная вещь я и сам пользуюсь и прекрасного были у меня результаты по деснам положительные результаты вот конечно на там если слушать их нужно как бы не ждать что вот за пять минут всего исцелиться а там происходит как бы такая работа который нужно проделывать примерно от трех дней до месяца зависимости все индивидуально идет у меня например вот я неделю прослушивал аудиофайлы также было и во сне прослушал то есть спал и уже как бы слушал на комфортной громкости тихой вот таким образом за неделю произошло полное исцеление моих десен вот у меня были небольшие такие проблемки вот не хотелось просто стоматологом эти они хотя я конечно пошел к ним они мне сказали ой там что-то надо прям какие-то там делать с действия слишком сложные и в я в итоге как бы решил попробовать вот этот способ и он полностью исцелил и никакие уже стоматологи мне не нужны после этого вот соответственно это примеры одни из примеров положительных влияния частот звука не исцелений также есть конечно и вред от звука если мы берем например очень громкий звук который просто вот оглушает да это конечно же вред и соответственно соответственно даже даже есть еще другие среды когда звуком вводя в резонанс звук также может и воздействовать на стекло допустим и как бы разбивать стекло здесь вообще по поводу матрицы гаряева и шмидта одно из таких еще ключевых открытий его это что звук можно программировать любой музыкальный файл можно создать определенных символов и кодов который будет воздействовать на объект или субъект данном случае и здесь можно говорить об организме человека до его исцеление либо можно запрограммировать вот к примеру у ввс сша есть патент на 2000 годах он создан на то чтобы управлять человеческой психикой через созданную музыкальную программу именно файл то есть что это говорит это говорит о том что любая песня любая музыка запрограммированная через определенные оборудования может программировать слушателя и воздействовать на его психику то есть это вот патент ввс сша и соответственно это может быть также влияние на погоду до программирование погоды через звуки управление строительными объектами к примеру тоже вот одно из таких это программирование бетона до через определенные звуковые частоты то есть мы Мы сейчас переходим в мир, когда открывается истинное знание влияния самих звуков, есть частоты также открытые, которые влияют на те или иные чакры самого человека, либо энергетические центры в положительной или разрушительной среде, есть звуковые пушки, которые вызывают эмоцию страха у людей и разгоняют толпу. Представляете, насколько звук может быть многофункционален. И вот это открыл Горяев, на его исследованиях открыл целая сфера возможностей от плохих до хороших. Да, полностью с тобой согласен. И тут такой еще момент произошел, что вот этот ученый Петр Петрович, его как бы поддерживали, но не в России, тогда еще он ездил в Израиль, в Канаду, и вот эти все исследования он провел, все это открыл, а после этого эти все исследования получается, они взяли себе, все скопировали и потом объявили его шарлатаном. И потом, как известно, его уже отравили или что-то такое. В общем, он просто как бы ни с того ни с сего умер. Вот такая вот ситуация, то есть, в принципе, человек старался во благо людей, открывал классную технологию, причем он уже дошел до того, что он сказал, что мы открыли технологию, что человек уже может жить намного дольше, чем сейчас. Ну, скорее из-за этого его и убрали. Вот. И, соответственно, получается, в данное время мы живем в такую эпоху, где средства массовой информации абсолютно как бы несут все, что угодно. То есть, от правды до лжи там абсолютно может быть любая информация. Википедия, например, является самой лживой такой инстанцией подконтрольной. И не советую никому этот ресурс использовать, ну, вообще использовать, потому что там очень много лжи содержится. Вот. И, соответственно, таким образом они надеются влиять на общество, чтобы люди не знали законов физики, законов, не знаю, о людях, да, пишут там разное. Вот. И, кстати, там также написано про электромагнитное излучение, что якобы оно безопасно. И, в частности, про 5G-вышки. ВОЗ обычно в этом пишут, что безопасно. Да. И ВОЗ – это такая же, конечно же, организация. Еще про нее говорили даже в 90-х годах, что это было создано Рокфеллером для того, чтобы людей не лечить, а, наоборот, контролировать. Ну, и, соответственно, сейчас мы видим данную ситуацию. Но, конечно, новости, на самом деле, официальные, вот те, которые именно важны новости, да, что какие-то принимаются законы, какие-то происходят вот очень важные вещи, их в СМИ не распространяют. Эти новости распространяются только экспертами, независимыми блогерами, которые все это на своих каналах транслируют и вызывают людей, как бы, к беседе, к осознаванию того, что сейчас происходит. Ну, например, сейчас по всей стране вводят 5G-вышки. Вот. У нас, например, в Казани очень много таких устройств. Вот. И у нас в России есть ученые, которые делали замеры, независимые именно на разных приборах сертифицированных, замеры этих излучений. И там превышение от 5 и более раз. То есть вредоносное излучение идет в десятки раз выше нормы, получается. И таким образом наши вот ученые, например, Редько или там другой, например, Шульга, он связист, то есть эксперт в этой области. И, соответственно, они призвали к ответу, ну, не стали просто так даже смотреть на это, подали на них в суд, чтобы убрали, допустим, в Питере был инцидент, стоял щит, который просто, ну, раскидывал эти вредоносные частоты очень массово. И, соответственно, его убрали, потому что он вообще, оказывается, был незаконно поставлен. Даже нету документов. Не было документов на, как бы, строение. Вот. И после этого инцидента 13 щитов вообще убрали и сказали, якобы, что их и не было. Вот так вот. То есть такое вот идет сейчас, на самом деле, противостояние. Вот. Но это все происходит за ширмой. То есть эти новости абсолютно не публикуются. И мы живем в такой, знаете, немножко за занавесом реальных событий. Вот нам накидывают какие-то новости про что-то, про что-то. Но главное, мы пропускаем. Вот. Поэтому, конечно, в этой сфере надо немножко сейчас быть бдительными, соблюдать, конечно же, позитивный настрой. Сейчас я чуть-чуть позже расскажу о свойствах души, насколько, как бы, сила духа может противостоять частотам. Вот. Да. Предлагаю там музыкальную паузу. Да. Давайте на этой ноте сначала зададим позитивный как раз настрой души и немножко продолжим общение. Да. И хотелось бы сказать, что, вот добавить к тому, что Илья рассказал, да. Вот, к примеру, вот этот год, это год вообще состояний внутренних. То есть, тренд этого года – управление своими состояниями. Вы можете это делать с силой своего ума, да, какими-то другими техниками, но на ваше состояние всегда будет влиять внешняя среда. И от того, в какой внешней среде вы будете находиться, будет также зависеть, какое у вас будет внутреннее состояние. Именно поэтому мы и призываем, что вы стали более осознанны к своему внутреннему состоянию и учились отличать истину от заблуждений, да. И если вот вы видите, что резкие какие-то новости о чем-то вот пиковые, да, негативные или позитивные, то вы узнаете, что в этот момент вышла какая-то очень важная новость, да, на законодательном или еще на каком-то уровне, о которой просто умалчивают. И, соответственно, в эти моменты и необходимо задаваться вопросом. Так, сейчас вот такая новость, все ее обсуждают там, да, а почему, вот что хотят, что хотят сейчас скрыть. И вы просто можете набрать там официальные, официальные там нововведения в законе или еще что-то, или вот через этих блогеров, и вы узнаете правду, да. И вот по поводу вот 5G-вышек, да. В первую очередь, от того, будет ли эта вышка над вами, или над вашими детьми, любимыми, будет зависеть здоровье будущего вообще поколения в целом. То есть хотите ли вы, чтобы у них было плохое здоровье или хорошее? Тоже зависит от вас, то есть ответственность на каждом из нас. И необходимо вот уже начинать эту тему поднимать, чтобы мы вот объединялись, противостояли для нашего здоровья в первую очередь. Потому что других альтернатив интернета они тоже есть, но внедряются именно такие, вот как вот есть частота 440 музыкальная, да, которая везде в радио, и она вот создает болезни, агрессию в человеке. Есть 432, которая исцеляет, вроде бы две частоты, но разные свойства. То есть так же и с интернетом, есть полезный интернет, есть полезные волны, но их не вводят. Вот и всё. Да, соглашусь с тобой, вот, но немножко про музыку 440 Гц я бы не стал так прям однозначно говорить, но просто поправлю, да, такое мнение на основе опыта такого, ну, своего, ну, просто личное мнение, что музыка на основе 440 Гц также имеет целебные свойства, если в ней заложена, ну, как бы душа, эмоции позитивные. Вот, всё-таки, именно вот, что я хотел сказать, что человеческая душа и её энергия, она нам всё равно выше любых вот этих технических моментов, если где-то накладывается сила вот этой души, если закладывается в музыку позитивные вибрации любви, благодарности, умиротворения, то всё равно эта музыка будет целебной. Вот. Вот. Но, а частоты, они могут как бы усилить этот момент, вот, правильные частоты, то есть правильные частоты усилят и тогда дадут ещё максимальный результат. Вот такой момент. Ну что ж, давай тогда сыграем сейчас импровизацию, немножко сделаем, как бы, такой позитивный посыл, потому что наш эфир призван не для того, чтобы нагонять какой-то страх там, или тревогу, наш эфир сегодня именно на осознание, на осознание такой верной дороги того, чтобы люди объединялись вокруг как бы позитивного и понимали, что немножко в мире происходит сейчас. Вот. Потому что тоже с розовыми очками ходить не прикольно. Всё, поехали. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok он по сути насыщает позитивной такой энергией. Такие прям сразу эмоции другие стали. Варган – это витамин для души. Вот я недавно понял. То есть, у нас кто-то уже пользуется витаминами для тела, да, всевозможными. А вот варган – мало кто освещает витамины для души. Вот те люди, у которых депрессия, к примеру. Да? Депрессия – это же уже уныние души, то есть это когда душа страдает, а душа страдает, потому что витаминов не хватает. Вот. То есть солнышко – это витамин для души, не только для тела. Прекрасная музыка, настроение – это витамин для души. Но у органа есть такое свойство, что оно творческой энергией наполняет душу, и это и есть витамин. Да, классно, интересно. Действительно, что-то такое витамин для души. Ну да, прикольно. Ну что ж, продолжим наш эфир. Сегодня мы касаемся темы частот и также затронули электромагнитные частоты. То есть, по сути, мы их особо-то и не видим, вот эти электромагнитные частоты, и вроде бы не ощущаем. Но, тем не менее, исследования проведены. Особенно есть люди, у которых инсульты происходят, у которых установили, например, вышку рядом с домом. То есть, по сути, к чему это говорится, вот еще выяснилось, что сама вышка, она вот прям вниз, как будто не бьет, она как бы вот так расходится по бокам. И вот как раз… Как ласка урода. Не знаю. Есть вот, да, одна, например, там, женщина, 51 инсульт пережила. Да. Ну, после того, как поставили рядом с домом, там, в 300 метрах, что ли. Вот, получается вот так вот. У нас уже ставят. Как бы в Москве там очень много, конечно, уже. В Казани тоже уже ставят. Вот. И, получается, официальная информация, вот эта вот Википедия или там статьи возовцев, как я их называю, навозовцы, они… Так, что-то у нас эфир, да? Да. В ВКонтакте, все хорошо. В VPN, может, там вылетел. Сейчас мы, друзья, немножко тут это отредактируем этот второй телефон. У нас еще в Инстаграм идет вещание. Надо будет перезагрузить сейчас. Тогда я еще немножко поиграю в импровизацию и продолжим. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Итак, у нас до этого вылетело немножко. Мы сейчас возобновили эфир. Да, возвращаясь к разговорам об электромагнитных частотах, как я уже сказал, есть вот официальная информация от Википедии какой-нибудь, от ВОЗа там, который я называю навоз. Ну и многие, конечно же, называют это так. Там вот вышло то, что электромагнитные излучения от 5G, они очень… ну, как бы они не вредны. Вот. И все. То есть у них даже нет исследований, никаких даже подтверждений. Все. Просто вот голословные слова. Ни о чем вообще. Вот. И выяснилось еще, оказывается, то, что эти… те официальные замеры, которые они проводят, это, оказывается, полная махинация. То есть это, получается, нарушение законов. В это время, во время замеров они просто выключают эти вышки и делают в это время замер. И потом, соответственно, включают. И вот эти махинации, они были выявлены нашими экспертами из Петербурга. Они все это заметили. Вот. Причем разные компании это делают, как сотовые компании, так и наш потребнадзор. Вот. И другие тоже причастные организации. Вот. И все они попались на этом. И сейчас, как бы, надеемся, что это все выйдет в люди. И есть конкретные рекомендации, как нам с вами на правом поле это все останавливать. Вот. Поэтому, возможно, мы этот аспект более подробно изложим, так как нам не безразлична жизнь в нашей стране. Вот. И хочется, чтобы наши люди были здоровы. Вот. И поэтому есть, в принципе, конкретные действия, как в своем городе, в своем дворе. Все это останавливает беспредел. В общем, вот это. Вот. И как я уже ранее сказал, что тут нет никакой, как бы, то есть, нет никаких, как сказать, никакого со стороны вот этих организаций, которые сделали замеры, Роспотребнадзор и прочие, у них все это липовое, вот, как оказалось. То есть, кто-то проталкивает по всей стране технологию, которая убивает просто людей. Вот. Поэтому, друзья, нам надо все-таки, кому не безразлично, здоровье ваших близких, нужно проявлять активность. Сейчас у нас такое время, что отсидеться не получится, похоже, потому что те, кто хочет сократить население, они активно стараются это делать на разных уровнях. И это только один уровень, есть еще и другие уровни, вот. Ну, а если вкратце, то это еда, в которой содержатся разные очень вредные компоненты, особенно разные шоколадки корпораций различных. Ну, и, в общем, всяческие вот такие вот вещи, именно вот таких вот западных больше компаний больших, которых содержатся в составе, которых содержатся очень вредные вещества. Вот. И даже в аптеках есть витамины, комплекс витаминов, в которых содержатся, например, диоксид титана, который тоже очень вреден. И, посмотрев, например, вот в аптеке разные витамины, и везде он содержится. И, как бы, тут просто получается вывод какой. Даже вот в этих, в этой структуре, как бы, тоже все под колпаком, скажем так. Вот. Поэтому, друзья, давайте будем двигаться к здоровью, к осознанию того, что нам нужно как-то на позитиве обязательно пробуждаться и немножко брать ситуацию в свои руки и двигаться по пути здоровья. Да, хорошие напутствия, Ильдар. Вот у нас некоторые заходят еще на эфир. У наших подписчиков есть вопросы, может быть. Тут вот assignment, и вот написали. Но вопросов пока нет. Хорошо. Здесь у нас одинаковое количество зашедших на прямой эфир. Вот ты говорил про силу души, да, вот эту тему так разобрать, да, более позитивную. Потому что, да. Смотрите, момент такой, что вообще, конечно, мы живем в таком мире сейчас непростом. Вокруг вот разное происходит давление. И почему мы вообще до сих пор живем, да, на самом деле? Если это так подумать, там электромагнитное идет, там сям, там по продуктам. Ну, очень много давления, на самом деле. Если вот начать копать, короче, и по всем фронтам можно увидеть постороннее влияние. Вот, но... Но это больше в городе, где-то там в лесу меньше. Ну, да. Наша душа и наша энергия души, она может противостоять разным технологиям, разным вот этим посторонним влиянием. Если мы находимся на высоких вибрациях, на позитиве, на таком светлом вообще пути, как бы в целом, как бы идем по пути развития, по пути такого мышления, что нужно как бы не только себе помогать, но и другим. Нужно жить, чтобы счастье было вокруг, не только для тебя, да. Соответственно, этот путь, он дает вот эту вот энергию души, которая поднимает вибрации, и иммунитет в том числе противостоит. И универсальный наш иммунитет, он очень может многое. Соответственно, вот этот аспект духовного развития, конечно же, он очень важен, и его нужно развивать в себе, очищаться от пороков, улучшать вообще такое вот эко-мышление, когда ты видишь счастье всей Вселенной. Вот. Поэтому, например, мышление такое, что, ой, вот... Вот есть такое, знаешь, мышление городского человека, что, ой, у нас вот в Казани нет еще каких-то там, допустим, выше... Ну и ладно, как бы, ничего страшного. У нас-то нет, а у них-то пускай там, допустим, в Китае, ой, вот они пускай там и умирают. Вот это вот мышление, когда ты, например, городское, что думаешь только о своем городе, это тоже глупое мышление. Потому что нужно, конечно же, воспринимать мир целостно. Все мы, живые люди и мирные люди, они, конечно же, на самом деле все связаны таким родом древа, в котором все мы состоим, на самом деле, из одних частиц Бога и, по сути, являемся детьми Вселенной. Ну вот, и постоянно, как бы, рождаемся в разных телах. Живем мы вечно, это уже понятно многим. И, как бы, вот этот момент он сейчас пробуждается, конечно, активно в людях. Но некоторые еще до него не дошли. И поэтому, как бы, у них все эти события, конечно, не вызывают особо такого интереса. Но, на самом деле, сейчас очень важно людям все-таки объединяться в такую силу, можно сказать, силу рода Вселенной. И, как бы, разным нациям объединяться в том числе. И, как бы, сетовать о друг друге. И беспокоиться, я бы так сказал. Но, конечно же, при этом сохранять позитив и, конечно, убирать нужно страх, убирать тревогу, при этом это, на самом деле, высокий уровень энергии, когда ты двигаешься, зная, что есть какие-то негативные моменты, но ты, короче, сохраняешь позитив, позитивную мысль, мыслеобраз и фон, фон такой более высшей цели души. Потому что все равно у нас все, что происходит вокруг, это все равно, как бы, некая такая иллюзия для того, чтобы дух тренировался жить все более и более высокодуховно. И только выбор души в сторону, как бы, поглощения или светимости, или света, только это является реальностью. И, таким образом, вы нарабатываете на полях души, то есть, если это затронет физику души, вы нарабатываете светимость с помощью хороших поступков. И поэтому вот этот смысл, он как раз таки и дает возможность двигаться более естественно уже в планетарном, во вселенском масштабе развиваться. Вот. Ну, по-другому светимость души можно назвать, что вы становитесь генератором энергии любви или счастья. И это энергия, которая питает, собственно, вселенную. А энергия страха, тревог, она, наоборот, для вселенной является таким вирусным компонентом. То есть, вирусом, который забирает у нее энергию. И вселенной приходится тоже сжиматься. То есть, когда человек испытывает страх, то он начинает сжиматься. И вселенная тоже начинает сжиматься. Да, не так сильно, но чуть-чуть это происходит. Представьте, миллион человек испытывает страх, или миллиард человек. Вселенная тоже стягивается, и вибрации пространства, они тоже меняются, поддерживая вот эту среду сжатия. Но если мы начинаем генерировать вот эту светимость, энергию любви, энергию счастья, мы делаем это только тогда, когда мы находимся на своем месте и занимаемся любимым делом, занимаемся то, к чему нас зовет наше сердце, а не ум. Мы начинаем расширяться. И, соответственно, Вселенная, она тоже начинает расширяться и притягивает таких же людей, которые тоже расширяются. И вот энергия любви, она многократно сильнее. То есть свет, он всегда рассеивает тьму. Тьма, она сгущается. Вот понимаете, даже сгущение тьмы, это вот тоже как сжатие. Это неплохо и нехорошо, это просто такое явление. Но для человека, да, и для любого живого существа необходимо расширяться, расти. Вот есть дерево, к примеру, да, оно растет вверх, оно растет ширь, оно растет вглубь, в землю. И оно, то есть, это вот и есть проявление светимости, только вот плотность другая. Так же с человеком. Тело может быть вот то же самое, но внутреннее состояние, оно совершенно другое. То есть оно начинает расширяться в родовую структуру, да, помогать родителям, да, энергетически, помогать бабушкам, дедушкам, даже если они уже на том свете и прадедушкам. И расширяться в будущем потомстве, расширяться в сторону друзей, единомышленников, расширяться в сторону людей, которым мы можем служить и помогать через разные наши проявления. Если, к примеру, в творческом явлении вы создаете музыку, картину, шьете, продукт какой-то, это тоже элемент расширения. То есть вот дерево, оно расширяется, вот яблони, оно дает еще яблоки, весной оно цветет, это цветы, это пыльца, которые вот некоторые растения и некоторые насекомые считывают, яблоко, которое вырастает, да, и оно дает плод живым тоже существам. И, соответственно, дальше тоже распространяется. Все это элемент расширения. И вам необходимо идти всегда в это самое расширение, даже если вам бывает страшно, потому что страшно не вам, а самому состоянию страха. И так же с любовью и радостью вы любите не из-за того, что вы любите, а из-за того, что вы находитесь в состоянии любви. И вот эта любовь, она и любит, и она и дарит себя этому миру. Вот. Классно. Да, с тобой полностью согласен. Вообще, вот получается, пропускание происходит, то, что ты пропускаешь разные энергии позитивные через себя и творишь вместе со Вселенной. Ты как, получается, рука Вселенной, получается. Да. И ей очень, конечно, важны именно вот такие объединяющие факторы, которые улучшают в целом жизнь, именно жизнь. Ну, даже, знаешь, когда ты что-то делаешь, ты рука Вселенной. Когда ты вот медитируешь, созерцаешь, созерцаешь красоту, ты в этот момент глаз Вселенной. Когда ты слушаешь красивую музыку, слушаешь природу, красивые слова, стихи, что-то красивую информацию, ты в этот момент слух Вселенной. То есть мы, по сути, вот что мы вот здесь находимся, да, что вот по ту сторону экрана, мы одно явление Вселенной в разных ее формах. Но суть, мы, суть в том, что это все одно проявление жизни. А жизнь, это и есть вся Вселенная, в которой есть очень много рук, ног, глаз. И вот в природе насекомые, многоножка, да, или вот пауки, у которых много глаз, они это и показывают. Почему мы серьезные такие сидим? Спрашиваю. Потому что любви можно и серьезные тоже говорить. Да, да. Темы сегодня такие серьезные очень. Хотели бы узнать вообще, интересно ли вам раскрытие таких тем, ну и как бы практические советы по здоровью, по развитию души, либо вообще какие-то новости актуальные в мире. Пишите, будет интересно узнать ваше мнение, интересно ли вам такой формат. Ну что ж, сейчас может быть сыграть нам, и будем завершать эфир. Вот, мы его сохраним в Телеграме и на Ютубе. Это для дополнительных соц. площадок. Давай попробуем сейчас передать состояние радости. Хорошо. Может быть получится. Все равно через, ну, как бы телефон, конечно, это меньше передается, но эффект должен присутствовать. Поехали. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо, друзья, за внимание! Всем большое спасибо! Про Терминатора? Где про Терминатора? Мелодия Терминатора! В следующем выпуске, возможно! Терминатор! Вот что-то пока что вот это вспоминается и ялдибэк На этой ноте и вот этот знак Всем доброго дня! Желаем счастья и здоровья! Да! Всем пока!